Всем привет! Меня зовут Оксана. И как по названию видео, скорее всего, мы уже догадались, мы будем заниматься переделкой старых вещей. О нет, не старых, а старинных вещей в новые и более современные. Итак, главных ролях у нас сегодня будет половик. Старинный половик. И его конструкция такова. Он был на ткацком станке выполнен очень много лет назад. Использовалась трикотажная пряжа. И она была припледена определенным способом нитями. Очень толстыми нитями и прочными. Мне очень понравилась расцветка этого половика. Его фактура. В моей голове родились прекрасные идеи, как я смогу его применить в интерьере нашей квартиры. Идеи были очень живописны. И я не стала откладывать этот проект долгий ящик. Принялась к его выполнению. Ну, а вас, конечно же, приглашаю со мной. Поэтому я прекращаю болтологию и за дело. И вот перед нами наш долгожитель. Посмотрите, сейчас я покажу поближе на ту структуру, о которой я говорила, что это трикотажные нити, переплетенные определенным способом. При детальном изучении этого полотна, я увидела, что это две половицы, сшитые в одну. И, соответственно, решила их разделить. Но, скажу сразу, задача эта была не из легких. Наши прабабушки и прадедушки знали толк в хороших вещах. И нити, которыми были скреплены эти полотницы, два полотна, ну, были прям на совесть, крепкими, что пришлось мне это дело все распарывать долгих сорок минут. Ну, еще раз убедилась, что предки наши были добросовестные. И раз делали что-то, а тем более шили, то шили на векам. Вот что у нас в итоге получилось. Примерно где-то одна треть одного и другого половика, ну, скажем так, имела практически нереставрируемый вид. Вид, вернее, края этого половика. Но я не знала, каким образом поступить с ними. И поэтому принялась за работу сначала с одной из частей. Больше по размеру. Вооружившись иглой большого размера и шерстяными нитями, я приступила к обметыванию краев половицы. Ну, по ходу дела, я понимала, что осыпаться эта ткань не должна. Но мне хотелось придать какой-то красивый орнамент изначально нашей половице. Поэтому приступила именно с этой части. Для того, чтобы как-то вписать этот половик в интерьер нашей квартиры, я четко представляла, что этому половику необходимо придать белых красок. Почему именно белые шерстяные нити были изначально выбраны для работы? Ну, вот примерно вот такой результат получился у меня с обрамлением краешка половицы. Изначально орнамент рисунка на половице я не предугадывала и не предусматривала. И решила делать все поступательно. Начиная от краев и далее у меня появился такой рисунок в голове орнамент это вышить крестиком следующие несколько сантиметров отступив от края. И в принципе результатом осталось довольной. Ну, вот так у нас получилось. Далее я решила разделить середину половика и выделить вот таким стежком орнаментом и от него уже дальше продумывать композицию рисунка. На этом этапе я взяла крючок и поменяла нити. Нить взяла трикотажную белую и попыталась сделать имитацию стежка крупного стежка и конечно же это тоже было очень трудоемким занятием но оно того стоило. Работала я не одна вокруг меня было очень много помощников это мои маленькие детки которые у меня конечно помогали ничего не могу сказать вот видите немного нарезанных трикотажных нитей это все их работа они тренировались разрабатывали моторику рук но на то они и дети и вот теперь я приступила к следующему орнаменту который мне тоже показался будет уместным я решила изобразить ну якобы имитацию снежинок снежинок и разместила их три по одной полосе ну и как всегда это бывает в конце у меня разрядилась камера и сейчас я показываю вам уже готовую работу и посмотрите на асимметрию в противоположной стороне я разместила одну снежинку крупного размера и такая асимметрия мне показалась очень интересной и игривой но в процессе всей работы над этим половиком меня не покидало чувство по поводу вот тех небольших остатков которые мне показались от половика уже никуда не пригодными и как вы думаете моя мысль сработала и что у нас получилось сейчас вам покажу и вот тот наш небольшой отрезок половика который казалось бы уже никому не нужен на свете он обретает свою жизнь на ваших глазах я отрезала все то что все что его портило на мой взгляд и решила сделать из него детский коврик при помощи кусочка мыла нанесла эскиз как вы уже догадались по силуэту это у нас будет уточка вооружилась цыганской иглой так как я уже говорила что полотно имеет очень плотную текстуру и вышиваю вот такую замечательную уточку ну конечно же мои дети которые постоянно были со мной в процессе всего моего творчества навеяли мне эту тематику и я подумала почему бы не сделать два таких коврика так как у меня осталось два отрезка никому не нужных якобы теперь это самые любимые наши коврики причем когда я придумала эскиз уточкой и начала воплощать это в жизнь на второй коврик у меня уже появился спецзаказ захотели в этом коврике на этом коврике увидеть собачку ну куда денешься детские заказы я выполняю молниеносно практически края этого коврика я обвязала крючком но решила уже выполнить совершенно в другом цвете в коричневом я очень осталась довольна этим цветовым решением мы сегодня с вами прекрасно потрудились у нас получились прекрасные на мой взгляд очень модные сейчас в интерьере тканные половики и я вас призываю к тому не выбрасывайте старые а тем более старинные вещи храните их дорожите ими ну и преобразуйте м м м м м м Продолжение следует...